Здравствуйте! Вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Валентина Приходько и сегодня в выпуске. Слесаремонтажник Севмаша признан героем труда Российской Федерации. Последний раз такую высокую государственную награду получал также слесаремонтажник Севмаша Валентин Репин 32 года назад. А Алексея Иванова наградит президент Владимир Путин в Кремле в пятницу. ТГК-2 увеличит количество тепловых сетей в Северодвинске в ближайшие два года. Накануне вопрос обсудили на открытых слушаниях ЦКИО. На 500 фронтовиков больше войдет в этом году в ряды бессмертного полка. Северодвинск готовится к масштабной акции в День Победы. Активисты студенческого отряда Корабел помогают многодетной семье. В их квартире сделают косметический ремонт в одну из комнат. В Пижо и Лада не поделили проезжую часть. Сегодня утром ДТП произошло на проспекте Беломорский. В ближайшие два года тепловых сетей в Северодвинске станет больше. Изменения ожидаются в связи с новым постановлением правительства России о требованиях к схемам теплоснабжения. Открытое общественное слушание по этому вопросу совместно с представителями ТГК-2 прошли накануне. Какие изменения ждут город, расскажет Алена Губаева. Город растет. За ближайшие два года к теплоснабжению предстоит присоединить строящиеся дома, в том числе социальные. Нагрузка на теплосети возрастет в центре и на юго-западе города. В связи с этим, а также новым постановлением правительства страны, ТГК-2 расширит схему теплоснабжения. Такие изменения будут проводиться ежегодно. В 2017-2019 году в Севердвинске планируется подключение перспективных потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 65-71 гигакалорий в час. То есть, эта нагрузка была отредактирована также в соответствии с новыми техническими условиями. Планируется строительство более 10 километров тепловых сетей. Также в планах до 2019 года объекты социальной инфраструктуры и общественные места. ТГК-2 тем самым рассчитывает повысить надежность и качество подключения к теплоснабжению не только для рядовых граждан, но и для стратегических предприятий военно-промышленного комплекса. Сделать все, чтобы атом остался мирным. Такой призыв объединил участников митинга памяти ликвидаторов впоследствии аварии на Чернобыльской АЭС. Неравнодушные собрались сегодня на яграх в память о 31-й годовщине трагедии на Чернобыле. Сложно подумать, что в солнечный весенний день может произойти что-то ужасное. 31 год назад случилась страшная техногенная катастрофа. Авария на Чернобыльской АЭС навсегда омрачила репутацию атомной энергетики как самого чистого источника энергии. Но еще страшнее то, какой след она оставила в человеческих жизнях. Это не только жители городов зоны отчуждения, но и множество ликвидаторов. В течение двух лет специалисты, солдаты-срочники и резервисты устраняли последствия ядерной катастрофы. Условия работы в зоне ликвидации аварии не выдержала даже самая совершенная техника. Расчисткой завалов между 4-м и 3-м энергоблоком проводили радиоуправляемые японские бульдозеры Камацу. Но настолько был ионизирован воздух, что больше 100 метров рация просто не брала и бульдозер останавливался. Тогда ничего страшного не было. Сейчас вот все сказывается, здоровье и все прочее. А тогда что? Узнали, что надо идти и делали. Митинги памяти приняли участие не только ликвидаторы и члены их семей, но и неравнодушные жители города, в том числе и школьники. Они выразили надежду, что ядерный джинн никогда больше не вырвется из бутылки. Период полураспада радиоактивных элементов составляет более 30 лет. Это значит, как минимум 30 лет мы должны постоянно помнить о том, что произошло. В завершении митинга участники возложили красные гвоздики к мемориалу погибшим ликвидаторам. Александр Петровский, Владимир Богомолов, вестник Северодвинска. В центре внимания улицы, где состоятся праздничные мероприятия 1 и 9 мая. Мэр Северодвинска Михаил Гмырин совершил плановую поездку по городу, работы по уборке и благоустройству еще много. Общее замечание к улицам. Необходима уборка песка с дорог. На Архангельском шоссе и на улице Октябрьской подрядчик уже приступил к этому виду работ. Мэр и его заместитель по городскому хозяйству Олег Лобачев проехали по проспекту Ленина, матшруту Первомайского шествия и легкоатлетической эстафеты. На улице Железнодорожной 13 возле магазина тротуар тоже покрыт песком. Если это территория магазина, значит пусть магазин убирает. Если нет, значит надо наводить порядок. Осмотрели из тылу при въезде в город. Памятник первостроителям, воинский мемориальный комплекс на Яграх. Весной и летом здесь запланированы ремонты. Основной список попадает, конечно же, это ворка смета, чтобы вот эта пыль, которая летит, все-таки убрать, и могли люди нормально выйти на улицы в праздничные дни, без пыли в глазах. Вторая очередь, конечно же, это лирное ограждение, которое за зиму, как мы сегодня видели, в принципе, у многих местах было подпорчено. Подправят, покрасят. Ну, естественно, введение порядка. Часть работ при хорошей погоде проведут до 9 мая. Сегодня для движения транспорта закрыли участок Беломорского проспекта от улицы Республиканской до Лесной. Здесь будут проводиться работы по благоустройству и озеленению, а также прокладка дорожного покрытия. Все это в рамках гарантийных обязательств подрядчика, который прокладывал конвенционный коллектор на указанном участке. И о других темах. Единственный в области герой труда Российской Федерации живет в Северодвинске. Слесарь-монтажника «Севмаш» Алексей Иванова наградит президент в эту пятницу в Кремле. Указ подписан Владимиром Путиным 25 апреля. За что северодвинцу присвоили такую высокую государственную награду, расскажем в следующем сюжете. Построенных, испытанных из данных заказчику кораблей на его счету 21. Алексей Иванов 43 года уже слесарь-монтажник-подводник. При первом погружении на подводной лодке его посвятили. Награда, по словам коллег, заслуженная. И не только за профессионализм, но и за личный вклад в создание новых образцов техники для военно-морского флота России. Конечно, честно сказать, не ожидал я такой награды. Это большая ответственность для меня, для моего коллектива тем более. Очень волнует. У меня волнуется не только я, вся моя семья, жена, дети, даже внуки. Герой труда России 65-15 лет. Он не уходит на пенсию. Собирался как-то, но теперь моральный долг не позволяет. Сейчас мы набираем очень много молодежи. Генеральным директором поставлена задача около 600 серей-монтажников в этом году набрать. На март месяц 135 человек мы уже приняли. Это все молодые ребята, их надо учить. А учить может только Алексей Михайлович. Вот такие заслуженные бригадиры у нас, которые тоже не один Алексей Михайлович. Поэтому он еще должен поработать. Один из последних заказов бригады Алексея Иванова – атомный подводный крейсер «Казань». Спущенный на воду 31 марта. В своем коллективе Алексей Иванов – наставник, авторитетный мастер. У него уже есть награды, среди которых Орден трудовой славы третьей степени и Орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Теперь он и герой труда России. И девятнадцатый герой труда за всю историю Севмаша. Валентина Приходько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Весна – время делать добрые дела. В этом году активисты студенческого отряда «Корабел» помогают многодетной семье. В их квартире сделают косметический ремонт в одной из комнат. Евгения Карелина продолжит тему. Вы знаете что, давайте вот так вот намочим, а она отойдет. Советом о том, как снять несколько слоев обоев, делится 76-летняя Левтина Константиновна. Ребята из строя отряда «Корабел» делают ремонт в квартире на Ленина 33. В трешке вместе с бабушкой живет ее внучка и пять правнуков. Старшему – 17, младшему – один год. Ремонт в большой комнате активисты делают бесплатно. Расскажите, как часто ремонт вообще вы сами делали? Здесь? Здесь нет. Здесь ни разу. Во-первых, они получили это жилье по ипотеке, и это, наверное, лет семь. Но ремонт не делался ни разу. Активисты делают косметический ремонт для многодетной семьи в рамках весенней недели добра. Ребята зашпаклюют стены и поклеят обои. Приходят после учебы все студенты филиала САФУ. Трудностей? Обоев много. Квартира старая, давно не ремонтировалась. Поэтому большой толстый слой обоев – вот это самая главная трудность. Как справляетесь? Конечно, справляемся. Отмачиваем, отдираем до победного конца, что называется. У нас каждый день получается разное количество. Кто свободен, тот и выходит. Студенческий отряд ремонтирует северодвинские квартиры второй год совместно со специалистами социально-реабилитационного центра «Солнышко» и молодежного центра. На ремонт в квартире могут претендовать многодетные или малоимущие семьи, которые стоят на межведомственном учете. В прошлом году квартирный вопрос решили на железнодорожной «Девять». Помогли маме, которая в одиночку воспитывает девочку-подростка. В рамках весенней недели добра пройдет немало акций. Среди них уже известны «Чужих детей не бывает», «Коробка смелости», «Дай лапу друг», «Подарок ветерану». «Сделать доброе дело» может любой желающий. Подробности в молодежном центре. Евгения Акарельна, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Госдума запретила называть детей бранными словами и цифрами, включаясь в имена знаки препинания и должности. Но разрешила давать ребенку двойную фамилию. Если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери и двойная фамилия, образована посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности. Двойная фамилия ребенка может состоять только из двух слов. А какие новости у наших синоптиков, узнаем прямо сейчас у Ирады. Четверг – не самый теплый и солнечный день на этой неделе. Захватите с собой зонт. Здравствуйте. Прогнозы в небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Далее в программе. Бригадир каменщиков широкой душой памяти Николая Новикова и его бригаде увековечили на дворце молодежи «Строитель». На 500 фронтовиков больше войдет в этом году в ряды бессмертного полка. Северодвинск готовится к масштабной акции в День Победы. «Пежо» и «Лада» не поделили проезжую часть сегодня утром. ДТП произошло на проспекте Беломорский. Битва Давида с Голиафом. За золото чемпионата города сыграли команды «Севмаш» и «Океан». О метеопрогнозах на четверг расскажет вам небесная канцелярия. Вас приветствую я и Рада и наш спонсор – магазин «Дискаунтер-холодильник». Зоя Герасимовна ищет новый холодильник на дачу. Именно поэтому она пришла в «Дискаунтер-холодильник». Здравствуйте. Я могу вам помочь? Да, здравствуйте. Я присмотрела вот этот холодильник на дачу, но у меня немного не хватает. Не переживайте. У нас очень удобная рассрочка для пенсионеров на полгода через магазин. Оформляйте скорее еще плитку и сушилку возьму. На даче все пригодится. Платежи приносить прямо в магазин. А что с доставкой? Привезем в квартиру или на дачу, занесем на любой этаж и все это абсолютно бесплатно. «Дискаунтер-холодильник» – это большой выбор бытовой техники и товаров для дома. Все это с гарантией по доступной цене. Холодильник в Северодвинске в торговом центре «Панорама» на Морском проспекте 49А. 27 апреля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске температура воздуха ночью составит 0 градусов днем до 4 тепла. Облачно и небольшие осадки. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба. 27 апреля, по народному календарю, Мартын-Лисогон. Начинается новоселье у лисиц. Они оставляют старые норы и перебираются в новый процесс, занимает около трех дней. Нападает куриная слепота и глухота, их можно брать голыми руками. Если на Мартына-Лисогона среди черных туч плывут светлые легкие облака, быть дождю с ветром. В дискаунтер-холодильник выгодная рассрочка для пенсионеров на 6 месяцев. А при покупке крупногабаритной техники ее доставят на дачу или в квартиру и занесут на любой этаж абсолютно бесплатно. Дискаунтер-холодильник, проспект Морской, 49А. Я с вами прощаюсь, а Вестник Северодвинска продолжается. Продолжение следует... Познайте тайну Белого моря, секреты здоровья и красоты в продукции Архангельского водорослевого комбината. Уникальные товары и цены от производителя порадуют каждого покупателя. Спрашивайте продукцию Архангельского водорослевого комбината в Центральном универмаге на первом этаже. В Северодвинске предприниматель недоплатил 27 миллионов рублей по налогам. По версии следствия, учредитель и гендиректор предприятия «Северная компания» организовали фиктивные документы оборот через подставные фирмы. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы. Стоит отметить, если они полностью погасят долг перед государством, уголовное преследование будет прекращено. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Традиционный способ сушки фруктов и овощей уже в прошлом. На данный момент такие продукты можно засушить более удобным и практичным способом. Для этого теперь существуют сушилки для овощей и фруктов. Это специальное устройство, которое позволяет один потраченный на данную процедуру день высушить порцию овощей и фруктов, а также рыбы и мяса. Сушилки обрабатывают Ваш урожай так, что в нем сохраняются все ценные вещества и витамины. У нас есть сушилки попроще и подешевле, в которых надо периодически переставлять подоны. А есть немного подороже, где используется уникальная система циркуляции воздуха. В интернет-магазинах такие сушилки предлагают по цене 2-3 раза выше, чем у нас на витрине. Все сушилки у нас отечественного производства, выполнены из безопасных качественных материалов. Торговая сеть «Все для газа» магазин и «Теплый дом» ждет своих покупателей. Проспект Беломорский сегодня утром не поделили «Пежо» и «Лада». Иномарка ехала в сторону Архангельского шоссе, отечественный автомобиль выезжал со двора. На проезжей части въехал в «Пежо». Я-то как бы обгонял, а его пропускали с правого ряда. Он смотрел в другую сторону и это самое незаметное. В ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах разберутся сотрудники ГИБДД. В третий раз в Северодвинске полыхало здание на Республиканской 13. Сегодня ночью загорелась крыша. В результате пожара повреждена кровля на 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. На этих кадрах предположительно незаконно приобретенные государственные медали. Их изъяли сотрудники ФСБ совместно с полицейскими у жителя Котласа. Правоохранительным органам мужчина пояснил, что является коллекционером. По факту покушения на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград возбуждено уголовное дело. В ходе обыска на квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы, похожие на пистолет-пулемет Судаева, пистолет-пулемет системы Шпагина и морской кортик. А также различные государственные награды СССР. Всего 22 ордена и более 100 медалей. Среди которых ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Красной звезды, орден славы, медали за оборону Москвы и другие награды. Коллекционеру грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо арест до трех месяцев. Полицейские выясняют судьбу военных наград, а также каким образом они попали к отловскому коллекционеру. Культурные итоги дня подведет Мария Воробьева. Здравствуйте! Бригадир первых каменщиков города и почетный житель Северодвинска. В Дворце молодежи строитель открыли памятную доску Николаю Новикову. Торжество приурочили к грядущему столетию первостроителя. Сегодня, пожалуй, впервые такая памятная доска будет открыта в честь рабочего человека. Эта доска – память не только Николаю Новикову, но и всей его бригаде. Будучи на пенсии, Николай Титович организовал звено каменщиков-пенсионеров, которое ввело кирпичную кладку цоколя Дворца молодежи строитель совершенно бесплатно. Но до этого Новиков – бригадир каменщиков 1949 по 1952 год, заслуженный строитель РСФСР, почетный житель Северодвинска, прошедший войну и награжденный медалями за отвагу, за освобождение Заполярья, за победу над Германией. Его коллективу, одному из первых в Советском Союзе, в 1959 году присвоили звание Бригада коммунистического труда. Наша бригада набирала темпы, росла производительность труда, и за это, значит, производительность труда Президиум Верховного Совета СССР награждает Новикова Николая Титовича героем социалистического труда. Титулованный бригадир обучил и воспитал следующее поколение молодых каменщиков. Его отличала необыкновенная скромность. Я, например, когда пришел в управление, он уже был там, работал. Я ни в коем случае не знал, что он беззаслуженный, безнагражденный орденами, там, герои получил, заслуженный строитель. Он не выделялся ни с кем от других каменщиков. Доску установили благодаря стараниям работников Дворца молодежи, семье Новикова и активистам организации «Дети войны Молотовска». Все они сегодня присутствовали на открытии мемориала. Здесь же решено собраться 22 мая, в столетний юбилей заслуженного строителя города. «Весна на бис» – так называется региональный конкурс вокалистов, который принял Северодвинск. Он прошел в детской музыкальной школе номер 3. За победу боролись около 200 ярких коллективов и солистов региона. Конкурс прошел впервые. Вокалистка третьей музыкальной школы Дарья Шалинцева взяла главный пресс – Гран-при. Девушка исполнила две песни – из репертуара «Селин Дион» и «Плач матери» Евгения Калмаковой. «У него глазами с белой свекой, кудрюстые пшеницы спели свет». Военную песню я попела, потому что она достаточно сложная, серьезная. И когда ты можешь донести до зрителя все эти эмоции, это очень здорово. Дарья занимается вокалом 11 лет. В следующий раз песни в ее исполнении прозвучат 9 мая. На яграх ОНТЦ «Звездочка» и на главной площади города. На сцене драмтеатра развернулась настоящая битва. Блистая талантами, костюмами и вокалом, профсоюзные коллективы цехов и отделов «Звездочки» мерили силами в хоровом пении. Проект «Битва хоров» в третий раз прошел в Северодвинске. Темы этого года – салют пионерия и дискотека 80-х. Яркие образы и зажигательные номера представили 16 хоровых коллективов профсоюза «Звездочки». Впрочем, песня в душе у каждого всегда есть место. Любви к родному городу признался и мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Ну а имя хора «Победителя» прозвучит в финальной битве на галоконцерте конкурса. Он пройдет в драмтеатре 29 апреля в 19 часов. На сегодня у меня все. Увидимся завтра. Северодвинск готовится к всероссийской акции «Бессмертный полк». Она пройдет в нашем городе в пятый раз. В этом году в строй полка встанут 8 тысяч северодвинцев. Это на тысячу больше, чем в прошлом. Фотографии тыловиков и фронтовиков тоже на 500 больше. Информацию о погибших героях родственникам помогают искать в библиотеках. Имя, фамилия, поиск. Так воскрешают образы. Так оживает память. Информацию о подвигах северодвинцев в военные годы родственникам помогают искать в трех библиотеках города. Одна из них – «Книжная гавань» на Карломаркса, 26. Обращаются за помощью в основном пожилые люди, те, кто не умеет пользоваться интернетом. Ведь информацию сотрудники библиотек ищут на сайтах «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал» и в Центральном архиве Министерства обороны. Хотелось бы, чтобы люди приносили с собой какие-то данные, какую-то расширенную информацию. Не только где был призван, где воевал, когда погиб, какие у него есть заслуги перед Отечеством. Но, может быть, данные его родных, фамилию, отчество, жены, детей – все это облегчает поиск. В прошлом году в «Книжной гавани» узнали о судьбах 20 северодвинцев-фронтовиков. Дед Лилии Салтановой в их числе. Ходила в бессмертный полк с фотографией своего дедушки, который воевал, был на войне, был взят в плен. И из плена он убежал обратно на родину. А сейчас вот мы нашли еще санитарку Одинцову Евдокию Петровну. Меня попросил уже знакомый сделать портрет. И очень удобно я обратилась в библиотеку. В этом году в строй бессмертного полка встанут 8 тысяч человек. На тысячу больше, чем в 2016-м. Стартует акция 9 мая в 11 часов от Дворца молодежи «Строитель». Мария Воробьева, Александр Дятлев. Вестник Северодвинска. Первого мая на площади перед Сумом в 14.00. Концерт экс-солистки Ленинграда. Юлии Когану. Огонь баба. С 22 по 29 апреля в Северодвинске в 13-й раз пройдет весенняя неделя добра. Присоединиться к акции просто. Вы можете стать волонтером, посетить приют, провести мастер-класс, помочь в сборе товаров в торговых центрах. Вы можете сделать пожертвование лично или организовать сбор в школе, в УЗИ, на рабочем месте. Стать партнером акции, помочь в размещении информации и предоставлении финансов и услуг. Весенняя неделя добра просто и очень нужна. Всем-всем-всем! 30 апреля в 12 часов в Приморском парке на набережной реки Параниха состоит закрытие городского проекта «Научи меня играть». Приходите всей семьей! Вас ждут подвижные игры на свежем воздухе с волонтерами молодежного центра и множество замечательных призов. Спонсор рубрики «Спорт» – Северодвинский торговый центр. Предлагаем торговые площади в аренду в торговом центре на Лебедево-8 и офисные помещения по адресу Карла Маркса, 48, телефон 52-26-47. И к новостям спорта. В спортзале «Фокси-Вмаш» прошли игры за награды открытого чемпионата Северодвинска по флорболу. В матче за золото встретились команды «Океан» и «Севмаш». За бронзу турнира боролись команды «Сафу» и команда «А». На первый взгляд выход в финал чемпионата города по флорболу команда «Севмаш» выглядит немного сенсационно, но молодые парни, ведомые с этого года опытным гуру флорбола Анатолием Быковым, сильно прогрессируют. Что касается команды «Океан», то флагман нашего флорбола всегда находится в топе. Болельщики ждали битвы Давида с Голиафом, и поначалу молодые флорболисты смотрелись на равных с «Великаном». Счет 5-4 в начале второго тайма обнадеживал, но три забитых гола подряд Александром Толдоновым обеспечили «Океану» комфортное преимущество. В заключительном периоде команда «Севмаш» стала использовать пятого полевого игрока, но такая тактика не удивила моряков, и они давили матч до разгромной победы 16-5. 28 апреля сборная области «Помор», собранная на базе игроков «Океана», выезжает на финал чемпионата России по флорболу в Нижний Новгород. Туда же от нашего региона должна была ехать команда «Сафу», но флорболисты лишились финансирования и остались без финала страны. С каким настроением поедете на чемпионат России? Только с положительным, то есть у нас оптимальный, как я говорил, состав, все, он уже определен. То есть у нас последняя тренировка в четверг, то есть какие-то организационные моменты, то есть мы готовы в бой, мы знаем уже своих соперников, которые у нас уже встретятся, я так понимаю, уже в полуфинале, то есть и в принципе к ним готовимся, думаю, что все у нас будет хорошо. В матче за бронзовые награды чемпионата города команда «Сафу» уверенно переиграла флорболистов команды «А» со счетом 15-6. Лучшими игроками турнира признаны голкипер Михаил Заостровцев и нападающий Александр Талдонов, оба океан и защитник «Сафу» Сергей Мигунов. Константин Мухин, Семен Семегулин, Вестник, Северодвинска. Лучших представителей зимних видов спорта наградили накануне в городской администрации абсолютными чемпионами Северодвинска по лыжным гонкам стали мастера спорта России Светлана Заборская и Алексей Шемякин. Прошедший зимний сезон оказался продуктивным. Городской федерации лыжных гонок удалось провести все запланированные старты и по его итогам определить лучших лыжников Северодвинска. Ими стали Светлана Заборская и Алексей Шемякин. Алексей в этом сезоне выиграл две гонки на чемпионате северо-запада страны, стал самым быстрым лыжником общества «Динамо» и финишировал шестым на 70-километровом марафоне в Манчугорске. В этом году стиль был свободный, как бы мой. В принципе, до последних, скажем, 5 километров группа была 20 человек, то есть все боролись за первое место. Ну и разыграли, то есть уже непосредственно места на финише, на последние 100-200 метров. Какие планы на весной и лето лишь? Ну, подготовка к следующему сезону. Начинаем с июня работать, пахать, чтобы показать в следующем году опять высокие результаты, Светлана в этом сезоне заслуженно попала в состав сборной России, с которым выступила на первом для себя молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в США. Медали не завоевала, но бесценный опыт приобрела. Конкуренция там, конечно, намного выше, чем у нас в России, допустим. И интересно то, что все-таки иностранцы интереснее, чем бегать на всероссийских соревнованиях. Поэтому мне понравилось. Ну, какие планы на весну и лето? Все уже отдых долгожданный. Ну, весной, да, как обычно это отдых, а летом уже начинаем подготовку к сезону. Серебряными призерами чемпионата Северодвинска стали Ирина Селиванова и Александр Вересов. Бронзовыми неувядающая лыжница Ирина Веселова, которая на ветеранском Кубке мира собрала рекордное количество медалей и Василий Соснин. Впервые наградили победителя 51-х Беломорских игр по спортивной рыбалке Ивана Паюсова. Отметили и тренеров, подготовивших наших спортсменов. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Ну, сегодня это все новости. Напоминаю, что материалы выпуска вы можете посмотреть также и на сайте свойрегион.тв. До свидания. К юбилею Архангельской области свой регион раздает подарки за знания о родном крае. С 25 апреля каждый вторник и четверг в эфире «Отличного утра» участвую в викторине «Ума Палата». Успела ответить до двух часов дня и выигрывай призы. Победителей объявим в тот же вечер в Вестнике Северодвинска. Викторина «Ума Палата». Каждый вторник и четверг в утреннем эфире канала «Свой регион». Спонсор прогноза погоды – газета «Северный рабочий». Ты сходил? Ну, сходи. Ну, сходи. Сходил. Подпишись на «Северный рабочий» онлайн на сайте nworkr.ru Субтитры предоставил DimaTorzok В четверг 27 апреля по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба. Облачно, небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0, днем 4 градуса со знаком «плюс». Спонсор прогноза погоды – газета «Северный рабочий». Оформите подписку онлайн. Не выходя из дома, получайте газету. «Северный рабочий» вместе на все времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова